Здравствуйте! Меня зовут Федор Васильев и это проект Joomla Sensei 13 урок продолжаем с вами изучать модули и так смотрите я хочу сейчас вам показать такой нюанс вот на сайте может быть два меню до наверху и внизу может так получиться что вы захотите продублировать то же самое меню внизу очень часто такое бывает на сайтах конечно же в этом шаблоне не получается сделать без лишних телодвижений конечно не получается сделать так чтобы меню было горизонтальное тут желательно его делать таким мы его с вами просто продублируем в таком виде как оно есть чтобы вы просто знали как это делать а потом я покажу как сделать меню это вниз подвал да так называемый как сделать новое меню то есть продублируем и сделаем новое меню смотрите что для этого нужно вы переходите меню только вы не переходите в майн меню то есть у нас вот есть майн меню и здесь есть вот ряд менюшек да а мы заходим в меню и мы создаем новое меню нажимаем на кнопку создать и пишем заголовок для нас понятный например пишу футер чтобы я знал что это меню который находится внизу а здесь обязательно по-английски или вот я написал футер меню описание не обязательно сохранить и закрыть это как бы раздел мы создали для меню теперь у нас два раздела майн меню уже для вас известный и второй раздел только что созданный футер мы заходим кликаем по заголовку и уже здесь создаем пункты меню либо мы создаем новые либо мы сейчас сделаем вот что я иду в менеджер модулей захожу в майн меню сейчас хочу сделать дубликат этого меню но поместить его футер я нажимаю сохранить копию и у меня она сохраняется и сразу же передо мной она открывается ведь написано майн меню копия я переименовываю его например футер меню чтобы не было понятно да заголовок я скрываю опубликую и позиция модуля мы выбираем здесь уже конечно которые внизу в шаблоне да вот есть видите прям называется футер вот так вот оставляем здесь на строчке здесь просто почитайте здесь в принципе все понятно если вы делаете родительские пункты меню как мы с вами же проходили и хотите чтобы они как бы были но показаны сразу их было видно да то здесь кликайте показать пункты меню здесь принципе все уже не сложно нажимаю сохранить обновляю страницу и вот вы сейчас видите да я продублировал вниз футер модульную позицию шаблона то же самое абсолютно меню что и здесь принцип такой же когда вы найдете для себя подходящий шаблон там конечно же уже меню будет смотреться красиво вам останется только его вывести вот таким вот образом так это мы оставляем и теперь давайте создадим новое меню переходим футер меню футер и пункты меню я создам один просто вам для тестирования напишу просто тест тип пункта меню материал можете взять блок категории любой вообще он просто потренироваться оставим здесь видео вот смотрите вот 10 меню вы вы у вас теперь уже есть выбор вот этот пункт меню вы можете отсюда прям направить либо в раздел май меню либо футер и вот таких вот меню разделов у вас может быть сколько вам угодно соответственно мне нужно оставить футер и давайте посмотрим что у нас получается нажимаю сохранить вот у вас такое может быть сообщение если вы когда-то создавали два раза один и тот же пункт меню и вот этот альяс он ругается что у нас один и тот же то есть вы можете здесь написать латинскими буквами все что угодно или я просто раз два три поставлю для примера то есть альяс этому пункту меню будет один два три нажимаю сохранить вот теперь у нас пункт меню будет сохранен я обновляю страницу здесь вы видите нету тест и здесь у нас тоже ничего нет смотрите что мы делаем мы закрываем меню идем менеджер модулей заходим в меню футер и вот здесь как раз в левой части мы не забываем выставить выбор меню вот мы выбрали меню футер сохраняем теперь снизу будет отображаться один пункт меню тест который я только что создал вот вы видите сейчас он тут есть вот так вот все это работает перехожу в ту же категорию которую мы ведь с вами уже создавали немножко об этих параметрах здесь принципе мы ничего не трогаем здесь принципе вот вы мышку наводите и читаете вообще тут как правило ничего мы не трогаем здесь все стоит принципе правильно но если что можете почитать и здесь принципе все понятно остальные параметры вам уже знакомы также привязка пункта меню так далее так это я закрываю и давайте познакомимся с логин форм до футер я пока отключаю нам он не нужен заходим в логин форм много для вас уже знакомо то есть показать заголовок или нет как сменить заголовок здесь уже мы не останавливаемся начальный текст здесь принципе вот объяснять нечего вы читаете и смотрите какой-то начальный текст в начале форме и заключительный текст в конце формы да если нужно пишите перенаправлять при входе то есть когда человек авторизовался на какую страницу можете выбрать перенаправление при выходе то же самое показывать приветствие да нет показывать имя логин и выбирайте какой что будет показано имели логин защищенная форма регистрации видите здесь необходима поддержка ssl протокола вот то есть вот эту опцию вы не трогаете если конечно вас нет специального протокола https вам если вы новичок не надо в это вникать не забивайте пока голову не трогать это поле описание также привязка права доступа и эти уже все одинаковые настройки как у всех модульных позиций давайте переименуем принципе оставил логин форм заголовок только скроем или можно написать так например вход регистрация сохраняем обновляем здесь у нас не вмещается можно как-то сократить вот смотрите здесь не хватает кнопки регистрация есть кнопка войти есть чекбок запомнить меня чтобы система вас не выбрасывала при следующем входе на сайт на например другой день есть забыли логин здесь уже все работает я тестировал уже много раз можете сами попробовать здесь все работает как у любых крупных сайтов все тут есть забыли пароль также человек может восстановить ваш пользователь если это он забудет и так смотрите это еще не все к вот этому модулю в джуму есть глобальные настройки давайте перейдем там как раз должно включаться поле регистрация на сайте мы с вами еще это не проходили вкладка пользователи менеджер пользователей сейчас мы с вами затронем только что касается формы регистрации когда дойдем уже до этого пункта здесь есть такие пункты как группы уровне доступа заметки о пользователях массовая рассылка сообщений это все еще мы пройдем и также как создаются новые пользователи например через админку если это нужно для кого-то создать вам для какого-то друга или знакомого это все пройдем тоже нам сейчас интересует включить поле регистрации в модуле вход на сайте когда вы перешли пользователи и менеджер пользователей вы вот тут в правой части правом верхнем углу кнопка настройки кликайте и сразу первая вкладка компонент первое поле разрешить регистрацию пользователей ставите да давайте сохранимся обновим сайт у меня вот здесь видите появилась третья ссылка регистрация если я кликаю появляется форма регистрации также поля вот эти поля заполнения можно уменьшать прибавлять также сейчас еще об этом поговорим можно поставить капчу чтобы не регистрировались боты или всякие там злоумышленники до чтобы усложнить немножко регистрацию также мы поставим с вами капчу от google давайте пробежимся тут по настройкам тут принципе тоже все по-русски группа для зарегистрированных пользователей это значит в какую группу записать пользователи когда они совершат регистрацию я думаю здесь трогать ничего не стоит пускай будет регистра то есть зарегистрированный группа пользователей гостей также можно менять отсылать пароль вот здесь просто вы читаете здесь вот все понятно нет не думаю что здесь стоит останавливаться активация нового пользователя самостоятельно то есть здесь просто смотрите как для вас лучше читаете вот всплывающей подсказки видите и все понятно читаете и решаете для себя как вам тут поступить уведомлять администратор да нет капча не выбран ни одного то есть про капчу еще поговорим параметры сайта для пользователей также читаем язык сайта разрешить смену логина массивное количество попыток сбросить пароль вот здесь немножко я остановлюсь если человек забыл пароль он может несколько раз пытаться ввести его также хакеры действуют таким же образом методом подбора паролей поэтому здесь такое стоит то есть я думаю что здесь количество попыток можно поставить 5 больше не не нужно если человек не помнит ему должно высвечиваться предупреждение при каждом неправильном вводе пароль что у вас осталось там попытки например 3 человеку будет проще восстановить пароль через ссылки которые вы видели вот вот здесь забыли пароль ну и вот интервал времени видите в часах для счетчика попыток сбросить пароль то есть один час также можно указать минимальную длину пароля если вы хотите что пользователь создавал сложный пароль в принципе я здесь никогда ничего не трогаю здесь вот читаете смотрите и подставляете под себя следующая вкладка история заметок о пользователе сохранять историю здесь принципе я ничего не трогаю можете просто ознакомиться массовая рассылка параметры массовой рассылки префикс темы подпись сообщения честно говоря даже не знаю зачем здесь это массы рассылки я вам расскажу здесь она есть но если у вас будет очень много пользователей я не рекомендую пользоваться этой рассылкой еще об этом поговорим когда зайдем вот она массовая рассылка когда об этом начнем говорить дойдем до этого я более детально вам расскажу этой функции не пользуюсь и мало кто пользуется здесь есть специальное расширение платные которые позволяют вообще там очень глобально следить за всеми поделить на группы пользователей отсылать письма и так далее а я вообще сам пользуюсь сервисом рассылки он называется смарт-респондер то есть эта рассылка я не пользуюсь потому что будет если очень много пользователей вы будете размещаться на обычном хостинге у вас могут возникнуть проблемы поэтому здесь особого акцента на эти вот настройки массовой рассылки сообщений на эту возможность джуму я особо внимание обращать не буду по этим причинам так права здесь все ничего не трогаем сохраняем и закрываем и так на этом я наверно ставлю паузу и продолжим вот с этого момента в следующем уроке в следующем уроке мы с вами поговорим про поля регистрации какие нужны вам ведь отмечены звездочка до обязательные поля также будем выбирать какие обязательные и у нас есть джум или выключенный плагин который позволяет добавить необходимых полей если вам тут каких-то не хватает возможно вам это пригодится и поставим в следующем уроке капчу на регистрацию на этом данный урок я заканчиваю и увидимся в следующем позвольте подарить вам подарок если вы только начинаете свой путь джума или вы уже матерый веб-мастер вы рано или поздно задумаетесь о самом важном это внешнее отображение вашего сайта другими словами шаблона на просторах рунета вы сможете просто утонуть в изобилии красивых шаблонов но есть большая опасность получить вирусы прямо с шаблоном тот который вы скачаете крайне нежелательно качать шаблоны с неизвестных источников я хорошо поработал и собрал для вас базу из 55 качественных и красивых шаблонов на любую тематику все шаблоны чистые без ссылок и вредоносного кода гарантирую в сто процентов все шаблоны были скачаны мною лично напрямую у разработчиков я все упаковал в один архив каждому шаблону приложил ссылку на демонстрацию шаблона так чтобы вы всегда могли сначала посмотреть на шаблон во всей его красе и выбрать то что вам понравилось все это я сделал для удобства и так как получить все шаблоны целиком да очень просто шаблоны я отправлю на ваш email адрес просто пишите в поле ваш рабочий электронный ящик и подтвердите подписку и через несколько секунд автоматически к вам придет второе письмо ссылкой на закачку архива с шаблонами желаю вам творческих успехов с уважением федор васильев